Я не знаю, как на это ответить, но, вероятно, по некоторым частям этого вопроса, смею предположить, что автор задается мыслью, а когда же наступит светлое будущее в России. И наступит ли при нашей жизни. Да, и вопрос здесь лежит не столько в экономической плоскости, сколько в социально-политической. Потому что экономическую политику определяет правящий класс, а покуда правящий класс у нас в Компрадорске сырьевой, то вряд ли он будет что-то менять, потому что просто ему это неинтересно и невыгодно. Тут любопытный момент. Тема о роли российского правящего класса в среде мировой буржуазии занимает большую часть дискуссий со студентами. Они все время меня спрашивают, а что же наши олигархи? Ну, понятное дело, они знают о том, что они живут за границей, там у них собственность, там их дети, и это наши олигархи только условно. На самом деле, конечно, они связывают себя с Западом. И отсюда сами же студенты мои, они формируют весьма любопытные мысли о том, насколько, собственно, реальное противостояние российского капитала и западного, не наиграли ли оно для политических целей. На самом деле, конфликт вокруг Скрипалей, это, как вы, Борис Ильич, правильно говорили, это внутреннее дело Великобритании, борьба за власть между, собственно, Терезой Мэй и Корбином, которого называют агентом России и, собственно, тем самым оказывают давление на него через Россию. Ведь если представить реальную борьбу российского и, например, американского капитализма, то здесь она закончится очень быстро уничтожением российского капитализма. Экономическую войну Россия не потянет никак. Взять хотя бы такой фактор, как рынок лекарств. В России только 25% лекарств национального производства. 75% являются чисто импортными или полностью импортными, или квази-импортными из импортного сырья производимых. Ну, значительная часть из Индии и Китая. Ну, из Индии, в самом Китае меньше. Кому принадлежат эти компании? Они принадлежат американскому капиталу. Рынок фармацевтики в мире один из самых монополизированных. Десять компаний контролируют 80% рынка. Это то, что Big Pharma называется. Байер там всякие. Байер немецкий же, по-моему, нет? Ну, опять же, он немецкий какой? Если штаб квартир находится в Германии, то транснациональный капитал, где доля американского контроля очень велика. Больше половины рынка фармацевтики контролируется чисто американским капиталом, еще часть европейским и только небольшая часть китайскими олигархами. Ну, и индийскими, по-моему. Они там все связаны. Да, ну да. Таким образом, захотят американцы, американская правящий класс задушить Россию и сыграть на уничтожение, сделать совсем несложно. Ну, по крайней мере, воздействуя на крупные корпорации, временно попросив их ограничить поставки в Россию лекарств, пообещав им какие-то за это преференции и льготы, Россия не такой большой рынок, чтобы они немедленно разорились. Потерпят, как типично терпит демпинг крупная компания, выжидая, пока умрут ее мелкие конкуренты. Таким образом, от России очень быстро ничего не останется. По этой причине то противостояние, которое есть, оно выглядит как наигранное и направленное на решение политических целей в большей степени, чем на реальную попытку одолеть противника, победить его и занять его место.